Жители девятиэтажной панельки уже отчаялись. На дворе середина октября минусовые температуры, а батареи в доме так и не нагрелись. Причем официально тепло подается, а за него даже приходят счета, вызывая еще большее негодование людей. Трубы забиты, циркуляции никакой нет, давление, они не поднимаются к нам наверх. Я на 10 этаже живу, у меня практически отсутствует. Так, чуть-чуть. Как еще спасаться? Как спасаться? Ставишь обогреватель, потом оплачиваешь электричество. Попытки решить проблему напрямую с руководством управляющей компании оказались тщетные. За поддержкой челябинцы решили обратиться к депутату Госдумы. Владимир Бурматов выехал на место, пригласил жителей и представителей коммунальных служб. Еще один замерзающий дом, в буквальном смысле замерзающий, панелька, где до людей тепло вообще не доходит. Хотя формально оно им подается. Но батареи ледяные, значит, спустились в подвал до дома, доходит на 18 градусов ниже температура горячей воды, чем по нормативам. Естественно, обогреться водой такой температуры в принципе невозможно. Значит, потребовали форсировать все работы и от управляющей компании по приведению в порядок оборудование внутри дома, и от ТЭЦ, от которой должна поступать уже температура по зимним нормативам. После вмешательства депутата Госдумы отопление в доме включили спустя несколько дней. Также парламентарий намерен добиваться для жителей перерасчета суммы за те дни, когда им приходилось мерзнуть. Пожаловаться на коммунальщиков можно по номеру горячей линии по вопросам ЖКХ, который организовал Владимир Бурматов. И на Левошина Урал 1.